Мотостронг Мотостронг Всем привет! Вы на канале компания «АвтоСтронг». Итак, сегодня пришла пора поговорить о первом кроссовере Volvo, о его надежности, об огромном дворце под названием XC90. Встречаем! Этот автомобиль оказался долгожителем, выпускался аж 12 лет с 2002 года. Он стабильно продавался и пользовался спросом, даже будучи устаревшим. Просто покупатели не видели явных альтернатив этому автомобилю. Этот кроссовер с имиджем большого приятного универсала. Да, в нем мало комфорта, он вяло рулится, подвеска жестковата, но зато очень высокий уровень безопасности, да и надежности в нем тоже хватает. Многие владельцы убедились в этом на своей шкуре, что этот автомобиль намного не капризнее, чем его немецкие конкуренты. Правда, надежность пришла после выявления слабых мест и обнаружения способов борьбы с ними. Сейчас мы обо всем об этом подробно расскажем. И помните, что мы не ругаем автомобили, а рассказываем, как избежать огромных проблем и расходов. Итак, поехали! Ржавеют ли Volvo? Практика показывает, что с кузовами у этих автомобилей все хорошо. То есть у них есть стойкость коррозии. Правда, краска может спучиваться в выемках под дверными ручками. Днище автомобиля ржавеет гораздо быстрее. При осмотре автомобиля на подъемнике будут выявлены очаги коррозии на лонжеронах, а также на порогах, а также на подрамниках и рычагах подвески. Мастичный антикор тут уже не помогает. Нерадужная картина может ожидать нас и за пластиковыми локерами, но до этих мест можно без труда добраться, зачистить до металла, покрасить, либо же покрыть мастикой. На некоторых Volvo XC90 возникает проблема с трапецией дворников, а возникает она из-за того, что заклинивают шарниры ее тяг. Это заканчивается тем, что одна из тяг слетает и один из дворников перестает взмахивать. Лучше делать профилактику, чистить шарниры и набивать их смазкой. Под пластиковой юбкой внизу лобового стекла есть вот такое вот место, которое называется Жабонт. Так вот, там есть дренажные отверстия, их стоит чистить раз в год. Если этого не делать, то вода скапливается в желобе и может подтапливать жгут проводов, которые там находятся. Задний стеклоочиститель Volvo XC90 иногда выходит из строя из-за того, что в корпус редуктора попадает вода. А это приводит к коррозии втулок оси редуктора, а это, в свою очередь, приводит к поломке пластикового вала в момент заклинивания. Новый оригинальный сервопривод заднего дворника стоит 300 долларов, но в продаже есть много заменителей. Со временем на Volvo XC90 начинает подклинивать ручка замка задней двери, то есть вы на нее нажимаете, а обратно она не возвращается. Так вот, дело в том, что ржавеет ось спица и никакой смазкой эту проблему не решить, потому что от коррозии ось буквально раздувается. Поэтому для решения этой проблемы надо снять эту кнопку, разобрать и заменить вот эту ось спицу на ось подходящей длины. Кстати, обратите внимание, что у двери багажника нет личинки, а единственный замок с личинкой находится на водительской двери. Так вот, следите за работоспособностью личинки, чтобы она поворачивалась, потому что если сядет АКБ, а машина закрыта, то кроме как с помощью мастеров по вскрытию автомобилей вы никак эту проблему не решите. У Volvo XC90 может перестать работать сирена с сигнализацией, появятся ошибки по этому узлу, а также АКБ может разряжаться за ночь, а проблема происходит из-за того, что электролит вытекает из батареи и прожигает электронную плату. Если электронная плата повреждена не сильно, то можно найти в любом магазине батарейки, то есть, ну, подобрать их по параметру и заменить. А вот если сильно повреждена электронная плата, то тогда придется покупать новую. Со временем не исключена поломка датчика положения рулевого колеса. На старте проблем с этим датчиком отключается система стабилизации при положении руля в крайнем, ну, в каком, в левом или в правом крайнем положении. Новый такой датчик стоит 650 долларов. Есть несколько заменителей. Но владельцы научились его чинить, точнее адаптировать к износу. Внутри датчика есть переменный резистор. Так вот, можно отрегулировать его сопротивление таким образом, чтобы он не выдавал ошибку при крайнем положении руля. Но, тем не менее, со временем датчик все равно выйдет из строя. Поэтому это решение временное. А если ошибка ДСТЦ появляется при небольших углах поворота руля, то тогда может помочь чистка оптических сенсоров в корпусе датчиков положения руля. Все чаще появляются случаи, когда ключ в замке зажигания не поворачивается дальше первого положения. И это происходит из-за подклинивания блокиратора в замке зажигания. В нем подсыхает смазка. Да, случается такая проблема. Но нет никаких проблем в том, чтобы разобрать весь замок, добраться до подпружиненного блокиратора. И смазка, очистка решает эту проблему. Со временем прекрасный салон Volvo может буквально отбросить подлокотник. Дело в том, что его крышка может отломаться во время открытия либо же закрытия, потому что треснет крепление. Оно лопается вдоль по двум крепежным винтам. Обычно поломанный подлокотник меняют на бушный. Лишь в редких случаях он ломается так, что можно восстановить крепление возле крепежных винтов. Все клавиши на панели приборов подсвечиваются соответствующими лампами накаливания. Так вот, одна лампочка с большим сроком службы стоит оригинальная – 15 долларов. А их тут примерно 10 штук. Так вот, лампочки иногда перегорают. И при желании можно самому поменять лампочки, если сможете разобрать один из пультов управления. При больших пробегах может захрустеть крестовина рулевого вала. Она начнет закусывать в крайних положениях руля. Также появится скрип пластика из-под рулевой колонки. Крестовина здесь совершенно стандартных размеров, поэтому вместо оригинала за 100 долларов можно купить заменитель, который будет подешевле. А еще лучше хотя бы раз в 200 тысяч обновлять смазку штатной крестовины. Однажды Volvo XC90 может неприятно порадовать намокшими ковриками спереди. А это происходит из-за засорения дренажных трубок люка. Ну, если он есть в комплектации. Ну, в данном случае у нас его нет. Дренажные трубки находятся за обшивками передних стоек. Обшивки легко снимаются, и затем можно удалить мусор и загрязнение из трубок. Ну, а теперь поговорим о моторах. Заведомо неудачных двигателей у Volvo XC90 первого поколения нет. Но если предыдущий владелец экономил на моторном масле, то можно ждать очень дорогих проблем. Также, что касается всех двигателей, после пробега в 200 000 км обнаруживаются утечки масла по сальникам. Также, если двигатель не оснащен ремнем ГРМ, то течь масла возникнет из-под крышек цепей ГРМ. А вот это последнее относится к моторам объемом 3,2 и 4,4. Тотальные поломки моторов Volvo случаются из-за проблем с основным радиатором. Дело в том, что камешки разбивают его ячейки спереди, а также пространство между ним и радиатором кондиционера забивается грязью и пылью. И тогда ждите очень больших проблем. Поэтому надо радиаторы держать в чистоте. Базовый 2,5 литровый турбомотор хороший был доступен для этого кроссовера на протяжении всего срока выпуска. Так вот, у нас есть подробнейший обзор этого мотора на нашем канале, где мы подробно обо всем рассказали, в том числе и о правильной диагностике системы вентиляции картера. Потому что если начать эксплуатацию этого кроссовера с забитой системой вентиляции картера, то не избежать тогда течи масла по сальникам распредвалов и коленвала. Помимо замены масла раз в 10 000 км можно и чаще. Также раз в 100 000 км надо будет поменять и свечи. А если экономить на моторном масле, то тогда ждите проблем с фазовращателями. Раз в 100 000 км надо будет поменять верхнюю опору двигателя. Если даже по виду ее сайлентблоки выглядят хорошо, но под капотом при проезде дорожных неровностей будет слышен посторонний звук, стук и т.д., то все вопросы именно к этой опоре. Volvo XC 91-го поколения с маркировкой T6 на крышке багажника оснащалась 2,9 литровым битурбированным двигателем. Традиционно считалось, что это самый неудачный двигатель, но проблемы с ним возникали из-за экономии. Дело в том, что под капотом очень тесная компоновка, и из-за этого утечки масла были не замечены. Из-за экономии на моторном масле страдали турбины, ну и так далее. А вот если владелец не экономит на обслуживании, то вот этот битурбированный мотор 2,9 будет служить очень долго. Также этот мотор – единственный двигатель на XC 91-го поколения с гидрокомпенсаторами. Атмосферная рядная шестерка появилась к первому рестайлингу Volvo XC 90 и заменила рядную битурбированную шестерку. Но в плане мощности замена оказалась неравноценной. У нового мотора очень сдержанный темперамент. Привод ГРМ у этого мотора комбинированный. Со стороны маховика на распредвалы наброшена двурядная цепь. Она приводится от редуктора, который соединен с коленвалом косозубой передачи. Вал этого редуктора приводит генератор, расположенный под впускным коллектором и ремень помпы с другой стороны, то есть прямо над АКПП. 3,2-литровый атмосферник надо слушать на предмет свиста этого самого редуктора, потому что есть случай износа подшипников в нем. Также при пробеге в 200 тысяч километров надо переуплотнить крышку цепи ГРЭП. А также у этого мотора возникает масляный аппетит. В целом же этот двигатель хороший и надежный, но запчасти и обслуживание стоит дорого. Интересная особенность этого двигателя в том, что толкатели впускных клапанов умеют переключаться между двумя высотами подъема этих самых клапанов. Такая система копирует систему, реализованную на оппозитных шестерках Subaru. Кстати, такие оппозитные шестерки мы уже разбирали, так что обязательно посмотрите разбор этого мотора. Итак, вишенка на скандинавском торте XC90. Это мотор объемом 4.4 V8. Этот двигатель создан инженерами компании Yamaha. Как и все моторы Volvo XC90, он установлен поперечно. Легкосплавный блок, чугунные гильзы, а четыре распредвала приводятся цепями. Задняя цепь ГРМ длинная, связана с выпускными распредвалами, а впускные от них приводятся отдельными цепями. Из каких-то супер наворотов фазовращателей на всех распредвалах, а также балансир в развале блока. Этот двигатель по надежности даже превосходит тойотовский УЗ. Он по-японски надежен и рационален. Меняйте в нем масло по часу и будет все хорошо. На ранних V8 замечен стук балансирного вала, а также рассыхается оплетка проводов, которая находится под капотом. Также для этого двигателя очень мало неоригинальных запчастей. Ну, например, цепь ГРМ предлагается только в оригинале и стоит 210 долларов. И с основательной, то есть очень основательной работы у этого двигателя проводится с доставанием этого мотора. Volvo XC90 первого поколения все время выпускался с пятицилиндровым турбодизельным двигателем собственного производства. У него алюминиевый блок, ременной привод ГРМ. Можно сказать, что никаких проблем с этим двигателем нет, хотя ненавистники алюминиевых дизелей так не считают. Но никаких аргументов не приводят. На XC90 этот двигатель был всегда с турбокомпрессором Гарретт. Так вот на первом его варианте мощностью 163 лошадиных силы геометрия имела вакуумный привод. Со временем из-за утечки вакуума нарушается управление геометрией. И тогда это проявляется в аварийном режиме, в ошибке по некорректному надуву, а также в потере тяги двигателя во всем диапазоне оборотов. Тогда надо смотреть вакуумные трубки, а также клапан управления турбиной. Обязательно надо уделить внимание передней и задней подушкам двигателя, которые крепятся за подрамник, а не вакуумные. И трещина в них, либо же неисправность управляющего клапана, который подает вакуум к подушкам, может сказаться и на работе геометрии турбины. Про негерметичность впускного коллектора, лопнувшие патрубки или треснувший интеркулер тоже не стоит забывать. Более поздние версии перешли на электромеханическое управление геометрией. Проблема с вакуумом исчезла, но появились вихревые заслонки. Они уложены вдоль ГБЦ возле впускного распредвала. Их общая ось приводится сервоприводом. Его самого и тягу можно рассмотреть в передней части мотора, прямо под маслозаливной горловиной. Еще у таких моторов пластиковая клапанная крышка, а не алюминиевая. Привод хлопотный, тяга спадает, заслонки закрывают половину впускных каналов, а со временем из-под оси заслонок начинает сочиться масло. Раз в 100-150 тысяч этому механизму надо уделить внимание. Чтобы добраться до заслонок, надо снять трубки с форсунок, а также снять клапанную крышку, которая объединена со впускным коллектором. Оригинальные заслонки стоят 320 долларов. Есть заменители. Тяга оригинальная стоит 30 долларов. При таком ремонте надо поменять прокладку клапанной крышки, а также лучше поменять топливопроводный форсунок, потому что при повторной установке они могут дать течь. Комплект трубок форсункам стоит 740 долларов. В основном дорого, но раньше было дешевле. Ну а в остальном этот мотор все-таки миллионник. При нормальном обслуживании столько-то и пройдет. Меняйте ГРМ вовремя, а также следите за маслом. Меняйте масло почаще, потому что отложение в масле откладывается в гидрокомпенсаторах, и тогда мотор будет громко чавкать. Volvo XC90 с пятицилиндровыми моторами выпускался в паре с шестиступенчатой МКПП М66 производства Гитрак. Эту трансмиссию Volvo делала совместно с Ford. Хорошая надежная трансмиссия, но при больших пробегах возможно течь масло по сальнику первичного вала. И также известны случаи гула на кат и шестой передачах из-за износа их шестерен. В этой трансмиссии надо бы почаще менять масло. Volvo XC90 оснащалась тремя автоматами. Самый старый устанавливался вместе с двигателем 2.9 Turbo. Это автомат 4T65E от General Motors. То есть архаичная старая коробка, надежная, которая еще берет свою родословную с 1980-х годов. Было глобальное обновление в 90-х годах. Но темперамент Biturbo она все-таки выдерживает с трудом. И если владелец напряж забыл, что масло надо менять в этой коробке раз в год, то тогда эта трансмиссия сожрет свои же подшипники. С пятицилиндровым бензиновым турбомотором и первой версией дизеля, то есть без вихревых заслонок, устанавливался автомат ICI. В нем пять ступеней. И эта коробка считается не слишком удачной, так как она отправлялась на капремонт при пробеге в 150 тысяч километров. Так вот, владельцы XC90 научились ладить с этими трансмиссиями. Достаточно установить радиатор охлаждения ATF и менять частично каждые 50 тысяч километров. И тогда при таком подходе автомат ICI пройдет до капремонта 250 тысяч километров. Шестиступенчатый автомат от ICI достался всем дизелям D5 с вихревыми заслонками, также с шестицилиндровому атмосфернику, а также японскому V8. Это самая удачная и надежная трансмиссия, которая когда-либо устанавливалась на XC90 первого поколения. Но и ей станет легче, если установить радиатор охлаждения ATF и менять ATF каждые 50 тысяч километров. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошие новости. Теперь в автостронге вы можете приобрести не только отличные бу-запчасти, но и абсолютно новые. Поэтому звоните нам, пишите в мессенджерах и заходите на наш сайт. Также подписывайтесь на наш ТикТок. Там много юмора, технической информации и много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Карданный вал подвешен сразу над выхлопной трубой, поэтому его передний шарнир и подвесной подшипник страдают от жара. Спереди карданный вал крепится к угловому редуктору шрусом. Так вот, в нем высыхает смазка. Из-за этого начинаются проблемы. Сначала появляется щелчок, либо же звонкий стук при переключении, то есть при включении переднего либо заднего входа. А затем, по мере износа шруса, появляется люфт. Чтобы продлить жизнь шрусу, надо хотя бы раз 80 тысяч снимать его вместе с карданным валом и набивать в него смазку. Менять прокладки и пыльник. Шрус легко разбирается. Оригинальный шрус стоит 600 долларов. Есть заменители, но качество у них сомнительное. Постоянный нагрев приводит к преждевременному износу подвесного подшипника. Вот он там спрятался. А также от нагрева страдает и задняя крестовина карданного вала из-за высыхания смазки. Так вот, эти детали отдельно не продаются. По оригиналу продаются только вместе с карданным валом. Но есть заменители. Все вместе обойдется 400 долларов. А вообще профильные мастерские восстанавливают эти детали карданного вал. Нередко в специализированных мастерских требуется ремонт и угловому редуктору. Его выходной вал связывается с фланцем через втулку с внутренними шлицами. При жесткой и неадекватной эксплуатации углового редуктора и при отсутствии обслуживания обрываются шлицы этой втулки, а также обрываются в самых худших случаях и шлицы внутри раздатки. В обоих случаях редуктор перестает передавать клетящий момент на заднюю ось. То есть он проскальзывает, когда муфта Халдекс блокирует свои фрикционы. Оригинальная новая втулка стоит 400 долларов. Другие компоненты углового редуктора по отдельности не продаются. Поэтому восстановление редуктора надо заказывать в специализированных мастерских. Между карданным валом и задним редуктором установлена муфта Халдекс. В ней раз в 60 000 км надо менять фильтр с крышкой. Стоит по оригиналу 60 долларов. И масло. Масло по оригиналу стоит 1 литр 80 долларов. Но этого количества хватит для двух замен. Чтобы успешно поменять, то есть досконально масло в муфте, надо скидывать карданный вал для того, чтобы снять насос муфты и промыть излишки старого масла. Отдельно отметим, что лет 10 назад автоворы воровали вот этот блок управления муфты Халдекс. Он крепится всего двумя болтами, а доступ к нему есть, если залезть под нищи автомобиля. Благо Clearance XC90 это позволяет. Так вот, если здесь установлены обманки, либо же грани болтов обточены, значит это противоугонные меры, противовандальные меры, которые принял предыдущий владелец. Также добавим, что со временем нарушается герметичность крышки этого блока и контакты корродируют в разъеме. Будет совсем не лишним снять этот блок, оценить герметичность крышки, а также дополнительно защитить специальным составом либо лаком микросхему этого электронного блока. А вот электронасос муфты достаточно надежен и выходит из строя при пробеге более 200 000 км. Иногда при больших пробегах или при жесткой эксплуатации может загудеть задний редуктор. Это гудит подшипник входного вала. Запчастей для ремонта нет, надо обращаться в специализированные мастерские, либо же позвоните в автостронке, купите отличный ВУшный редуктор для Volvo XC90. Оригинальные полуоси на Volvo XC90, что передние, что задние, служат не менее 200 000 км. Их очень редко меняют при меньших пробегах. Полуоси, передние, оригинальные, продаются только в сборе. Но если износился шрус, то его можно заменить на неоригинальный. Но практика показывает, что неоригинальный шрус отходит примерно 50 000 км. Лучше обслуживать оригинальные шрусы, набивать их смазкой, так выйдет гораздо дешевле. Рулевая рейка тоже ходит немало, не менее 200 000 км. Для устранения стука ремонт стандартный, замена втулок рейки. Также не забываем следить за пыльниками рулевых тяг, чтобы туда не попала вода. И не жалеем средств на замену жидкости гидроусилителя. И тогда и насос, и рейка будут служить долго. А вот если игнорировать течь насоса гурпосальнику, то довольно скоро наступит его конец. Чтобы этого не было, надо заменить сальник. Шасси Volvo XC90, совершенно легковое, спереди стойки McPherson, рычаги и сайленблоки, служат дольше, чем амортизаторы. Примерно 150 000 км. Сайленблоки можно купить и поменять отдельно. Цена 50-60 долларов. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Ходит очень долго. Цена оригинала 140 долларов. Пару слов о поворотном кулаке. Если, например, сильно ударится об бордюр, то помимо поврежденной амортизационной стойки и ее опоры, можно обнаружить поврежденное крепление кулака к стойке. Передние подшипники являются единой деталью со ступицей и проселись на замену при пробеге примерно в 150 000 км. Цена оригинальной ступицы 210 долларов. Опорные подшипники амортизационных стоек служат все те же 150 000 км. При износе будет слышно чавкание, а затем и хруст, так как резиновая обойма подшипников отслаивается от металлической. Эту трещину можно увидеть из-под капота. Оригинальная опора стоит 130 долларов. Не менее 100 000 км выхаживают передние стойки стабилизатора. По оригиналу штука стоит 100 долларов. Втулки отдельно не продаются, но никто не меняет весь торсион в сборе, а предпочитают устанавливать неоригинальные втулки. А вот амортизаторы у Volvo XC90 всегда обычные пассивные. Нередко они сильно запотевали при пробеге к 100-150 000 км. При осмотре Volvo XC90 на подъемнике надо обратить внимание на нижнюю опору АКПП. Этот узел состоит из двух сайлинблоков. На всех пятицилиндровых Volvo он выглядит вот так. Для других моторов там исполнение уникальное. Вот этот узел еще называется реактивная штанга. Так вот, надо обратить внимание на состояние вот этого маленького сайлинблока, потому что если он изнашивается, то вибрации двигателя становятся более ощутимыми, а также могут появиться еще и толчки. Цена такой опоры 120 долларов. Задняя подвеска Volvo XC90 непростая. По четыре рычага на каждое колесо, плюс промежуточные интегральные рычаги. Все сайлинблоки доступны к замене. И это позволяет сэкономить на ремонте. Но если посмотреть на количество этих сайлинблоков, то ни о какой экономии по обслуживанию задней подвески нет и речи. Сайлинблоки выхаживают по 200 тысяч километров. А при очень больших пробегах придется заменить сайлинблоки заднего подрамника. Ну а самая дорогая деталь в задней подвеске – это амортизаторы опциональные Нивомат, которые удерживают дорожный просвет Volvo XC90 на неизменной высоте при загрузке. Стоит оригинал 900 долларов за штуку. Не оригинал от поставщика на конвейер – 700 долларов. Ну что, у нас получился сегодня огромный гид по автомобилю Volvo XC90. Состояние этих машин, естественно, зависит от того, до какого состояния довели ее предыдущие владельцы. На самом деле, многим владельцам этой машины удавалось проехать на ней 200 и даже 300 тысяч километров, выполняя только плановое ТО. Назвать этот автомобиль ненадежным нельзя. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «Автострон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова